Привет! Я присела на травку. Тут полная площадь народу. Сзади меня украинский митинг. Отпей, пожалуйста, без меню. Давай, давай, давай. Возьмите, пожалуйста, я кей-то. Где? Какая хорошая рациональная. Да. Нежные звуки. А о чем у вас тут? Я хочу сделать все киево. На месте. Я щелкну, потом кто-то другой. У вас смартфоны ваши, тут у нас есть ответственность. Да, давайте чайночку. Так, и это треба убрать. Я уже даже нашел, куда коробки утилизировать. Отлично. Вообще. Так, ты так встал. Это же не красиво, но... О, шикарный кадр, вообще. Просто, да. Да, да. Твоих увидели, твоих. Твоих увидели. Тарж, ты знаешь, я приеду, и все люди ждут. Да, все. Да, все. Вот, кофейку попью. Перекор какой, знаете. Что хочу сказать-то. Так, вот, я вам сняла... Опять пушки эти висят, слушать не могу. Я вам сняла Лондон-центр. Посмотреть, какое количество народу туристы и митингующие. Лондон разделился практически на два лагеря. Причем бои идут не на жизнь, а на смерть. Ну, в компьютере, да, по социальным сетям. Та часть украинцев, у которых родственники живут в Украине, они воспринимают войну, как нападение на мирный народ. Тема оружия Зеленского, она вообще не всплывает. То есть, по определению, да. Они забыли. И про Донбасс они забыли. Ну, не знаю. Посмотрим, чем это все закончится. Я анархист. Я не придерживаюсь никаких политических взглядов. Я вне политики. Кто первый встал, того и тапки. Ну, вот как-то так. Безусловно, людей жалко. Ну, пока никто не предлагает методы, как это все остановить. Уничтожив зло и не тронув мирное население. Пока науке такие способы неизвестны. Многие семьи распались по поводу разных взглядов идеологических. Меня вообще... Один с той стороны, другой с той стороны. Бывший муж подался в наемники. Ждем отправки героя. Дурдом, куда я попала, где мои вещи. Ой, так хочется прокатиться на мотоцикле. Ну, как подумаешь, сколько бензин стоит. Я вам тоже это все сделала. Посмотрите. Я вышла сегодня просто посмотреть, что творится в центре. Потому что вертолет висит над домом уже трое суток. Это означает, что тут какие-то движения. Ну да, вон сзади все украинские. Украинская молодежь митингует. Возраст лет 20. Информации очень много. Не понять, где правда, где ложь. Почему? Потому что, вы знаете, одни и те же вещи пишут разными словами. Люди совершенно по-разному просто эти слова понимают, трактуют. Приведу пример с российским крейсером Москва. Вчера там меня вообще начали так утюжить. Вообще. Я прочитала новость, что крейсер получил повреждения, но своим ходом дошел до Крыма. Ну и, собственно, когда начались обсуждения, вы же понимаете, да? У патриотов, блядь, началась, понимаешь, это агония счастья и танцы на костях. Когда они прочитали, что крейсер потоплен лептоном и пошел на дно. Ну, в общем-то, я сказала, что он не потоплен, а вот, то бишь, как бы, новости были, что он своим ходом дошел до Крыма. Мама дорогая, ну вы понимаете, да? То есть понеслась вот это вот по кочкам, тянуть меня в дискуссию. Люди знакомые мне, поэтому без оскорблений было все. Максимальное оскорбление, которое звучало, это из серии «Там тебе промыли мозги». И как бы ты же умная, разберешься, посмотри. Ну, как бы, вы же понимаете, да? На меня было бы наехано. Всю ночь я, не то чтобы я не спала, конечно, спала. Но перед тем, я люблю смотреть новости, я это все пролистала. Причем у меня еще с института осталась привычка смотреть все это, лазить по архивам, по фотографиям на разных языках. Я не смотрю отдельно взятый канал на каком-то отдельно одном взятом языке. Я вполне понимаю, как минимум, свободно на двух языках, на трех даже. Забыла еще латышский, литовский язык. Вот, ну и немножечко я еще помню немецкий. Не до конца его забыла, но мне нужен переводчик. Переводчик, чтобы я так досконально перевела. Поэтому, в принципе, у меня не заставляет проблем, понимаете, это выудить информацию, посмотреть. Потому что, короче, я пролистала каналы CNN, Fox News, BBC, да? И там ТВ, израильский канал. Везде информация примерно плюс-минус одна и та же, что, как бы, там, в корабле, типа того, на плаву. Вот, потом я у русских прочитала про пожар. Уже было часа два, часа ночи, наверное. Там шла вся информация, что там пожар на корабле, теры-пыры. Ну, как бы, особо на, понимаете, про смерть этой экипажа ничего не сообщалось. Ну, сегодня с утра я проснулась, поняла, что если я не прозондирую эту информацию, я не напишу пост, я не успокоюсь. Потому что, чтобы на меня просто так наехали, знаете, без, так сказать, без причин. Ну, короче, с утра я прозондировала все, что можно и, как бы, нашла информацию. Таки, да, вчера сообщалось, что это все дело плыло. Как бы, днем к ночи пошла информация, что это дело все-таки потонуло. Сегодня с утра нарыла информацию, что это все дело таки потонуло, но непонятно почему. Украина единственная, кто говорит, что она запустила два «Нептуна», это две торпеды, которые, значит, вошли в корабль и его подорвали. Знакомые, которые имеют прямое отношение непосредственно к морю, говорят, что этот крейсер был такого размаха, что две ракеты «Нептуна», они бы, блин, его даже там, как укус комара, короче. В любом случае, те, кто вчера на меня наехал, они прочитали пост, прониклись информацией, что это был первый и последний раз их страны в мою сторону, что в следующий раз они пойдут ко всем ебеням. Я не Путин, я с ними разговариваю долго не буду, вступать в дискуссии тоже я не собираюсь. У меня есть четкое свое мнение. Прежде чем я его скажу, я просмотрю кучу информации, поэтому мозг накручивать на бигуди мне не надо. Ну, в общем, короче говоря, вот как-то так. Я занимаю нейтральную позицию. Ну, и просто тогда смотрите, что происходит в Москве. Пока и смотрите тур. Редактор субтитров. П한테 исследовать, когда участвуют, когда участвуют. Красавый, когда участвуют. Редактор субтитров. Красавый, старый, старый! Передоктор субтитров. Корректор А.Кулакова Техно, тороп. Повторные, дорогие, другое. Открыз буты. хочу вам показать одну еще прикольную штуку недавно совсем я вам снимала вот здесь наверху, напротив парламента на Даунин-стрит был украинский флаг посмотрите, что сейчас там так, вот Биг Бен вот это здание нашей налоговой впереди ну и посмотрите теперь, какой флаг там развивается британский украинский флаг сняли просто очень много народа написали протест потому что, ну что это такое? на что инопланетяне захватили на государственном здании флаг чужой страны? это как понимать вообще? это же измена, собственно, государству и запросили Борису Джонсону импичмент потому что это невозможно совершенно где были войны? и в Югославии, и в Ираке, в Афганистане никогда здесь не висели никакие флаги понимаете? понимаете? и то есть вот этот вот, так сказать, жест со стороны нашего премьер-министра он был совершенно ну и, собственно, видимо, скоро выборы 12... нет, 5... 5 мая у нас выборы уже пришли бумажки голосовать ну и, собственно, стул под ним шатается ну все, на этом все пошла домой монтировать видео больше ничего в центре интересного нет пока-пока! пока-пока!